Друзья, всем привет! В этом видеоуроке я хочу показать вам, как сделать BlueLine Filter или Time Warp Scan. Вот такой вот фильтр у нас получится. Ну что ж, приступим. На панель сцены мы добавим Canvas. И к нему добавляем два Rectangle. Первый и второй. Задаем имя нашему Canvas Top Bottom. Пусть будет просто Top Bottom. Это будет первый режим, в котором линия будет двигаться сверху вниз. Также Rectangle переименовываем в User1, а второй в Line1. Подгоняем размеры по высоте и по ширине. Также Relative я поменяю на Fixed. Открепляем наш объект, задаем выравнивание по центру и то же самое делаем для нашего второго Rectangle. Fixed. Готово. Давайте пока скроем наш Canvas, чтобы он нам не мешал, и перейдем в Patch Editor. View. ShowPatch Editor. Наведем порядочек. Сделаем более комфортные условия для работы. Добавляем ScreenTab. Затем патч Пульс. Анимейшн. Параметр Duration мы задаем на 10. Animation мы цепляем в Transition и выбираем Vector2. Затем значение для стартовой оси X 0.5. Ось Y минус 0.5. Конечные оси обе 0.5. Создадим нашу линию с помощью HDF Rectangle. Тут оставляем мы все по дефолту. Далее Step. Выходное значение меняем на Edge. Далее добавляем Mix. И меняем входное значение на Alpha. Итак, нам понадобится два файла. Переходим по ссылке в описании. Здесь нажимаем на кнопку. Вводим свою электронную почту. Обязательно оцениваем, иначе ничего не скачается. Вот так. Нажимаем скачать все. У меня эти файлы уже есть, я качать не буду. Добавляем их в наш проект. Для лут ставим галочку No Compression. Достаем FastCorel Loot на патч Editor. Выбираем наш лут. Соединяем с Mix. Также добавляем Shader Render Path. Камера выдает нам сообщение, что нет сигнала. Сейчас мы это исправим. Нажимаем на Device и вытягиваем на патч Editor Default Pipeline. Вот таким вот образом. Давайте наведем порядочек, чтобы было приятнее работать. Далее нам понадобится Delay Frame. Щелкаем на него правой кнопкой мыши и нажимаем Make Receiver и подключаем его к Mix. Вот сюда. Также мы подключаем камера. Создаем одноименный материал для наших Rectangle. User 1. Shader Type. Мы меняем на Flat и достаем Diffusial Texture. Присоединяем. Также текстуру камеры мы подключаем к Delay Frame. На вход First Frame. Вот сюда. Копируем патчи Transition, SDF Rectangle и Step. Подключаем к Animation, к нашей всей структуре. И меняем значение по оси Y на минус 0,1 и 1,1. На SDF Rectangle также по оси Y меняем конечное значение на 0,01. И сюда же присоединяем Diffusial Texture. Намракобесил немножко. Создаем Material Line 1. Shader Type меняем на Flat и достаем текстуру. Соединяем. И вот такая достаточно простая структура патчей у нас получилась. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Выбираем симуляцию касания. Проявляем наш Canvas. И вот, собственно, давайте еще раз посмотрим. Отлично. Также цвет линии мы можем задать в данной палитре. Ну, как мы можем наблюдать, все отлично работает. Да. Теперь давайте создадим анимацию линии слева направо. Ну, то есть вот так. Копируем наш Canvas. Задаем имя. Ну, пусть будет left-right. И также меняем Rectangle на User 2 и Line 2. И к ним же создаем материалы. Да, давайте переименуем. Так. И сюда. Окей. Теперь отключаем Visible. и копируем данную структуру патчей. Вот так. Соединяем с Pulse. И меняем стартовое значение по оси X на отрицательное. Следовательно, по оси Eric на положительное. Теперь меняем значение на минус 0,1, 0,5, 1,1 и 0,5. А здесь делаем нашу линию вертикальной. Меняем местами значение. Готово. К нашей структуре мы добавляем патч Mix. Входное значение подключаем к Alpha. Выносим скачанный FastColor LUT. И подключаем. Выбираем наш лут. Также подключаем текстуру камеры. Так, а это что? Готово. Видимо, я при копировании не снял выделение с этих объектов. Сейчас удалю лишнее. Готово. Выносим Diffusial Texture на редактор патчей. И подключаем с нашей структурой. Ну и также выносим второй материал. И подключаем. Далее нам понадобится Shader Render Path. Наводим небольшой порядочек. И к нему цепляем Delay Frame. И по той же схеме создаем Receiver. Подключаем к Mix. Canvas. Давайте все тщательно перепроверим. Вроде бы все в порядке. Давайте перейдем к тестированию. Отправляем наш Canvas. И я, пожалуй, выберу другую модель. Я думаю, вот это подойдет. Так. Нажимаем. Ну, как вы видите, все работает отлично. Давайте. Контрольный. Класс. Супер. Как по мне, эффект работает очень даже качественно. Класс. Давайте еще сделаем переключение между нашими режимами. Класс. Чтобы все выглядело качественно. Для этого нам понадобится Picker UI. К нему мы присоединяем логический патч equals exactly. Дублируем. И ставим единичку. Достаем параметры Visible на патч эдитов. И соединяем. Далее нам понадобятся стрелочки, которые вы также скачали. Добавляем их в проект. На compression. И выбираем их здесь. Делаем Restart. И вот наше менюшка проявилась. И как вы видите, отлично функционирует. Давайте протестируем. У нас выбран режим слева направо. Отлично. Также давайте проверим, работает ли исправно наш второй режим. Так. Кого выбрать? Ну вот это, я думаю, сойдет. Тыкаем. Так. Рестарт. Тыкаем на нашу менюшку. На режим сверху вниз. Вот он. Давайте сделаем снова Restart. И наблюдаем. Ну вот и все. Наш проект готов к публикации. И давайте по традиции я для вас еще раз покажу структуру патчей. Если возникли какие-то ошибки, возможно вы где-то что-то не так подключили. Вот такая, на мой взгляд, довольно простая структура. Ну что ж, если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok